сегодня 29 мая заехал на поле где применяли с осени безводный мяк здесь я попросил механизатора оставить участок для контроля ну во всяком случае конечно здесь ничего не уносилось и вносилась чтобы понимать что этот безводный мяк хоть как-то работает если бы мы несли все одним массивом то как бы не увидели бы не визуального возможно что и такого эффекта если только там сравнение там с другими полями это понятно конечно сколько вы не заносили здесь мы вносили где-то 80 85 килограмм безводного мяка это уже было по снегу и было очень сыро то есть это уже такая завершающая стадия не могу сказать что условия были идеальные налипала не имя конечно же испарялся уходил в атмосферу хотя там это скорее всего было незначительно потому что все же больше происходил гидролиз но визуально все это наблюдалось поле в то же время я как бы пока вижу что эффект есть и буду продолжать за этим участком наблюдать время от времени так растение где не вносили безводный мяк и через метр где где вносили ну естественно отличаются по цвету отличаются по развитию по развитию сейчас я более корректный по развитию по кущению то есть здесь явно явно пшеница кустится то есть отличие есть ну естественно стебель толще и вот такой вот визуальный эффект есть так что вот так внутри почвенное внесение целом любых удобрений оно будет всегда эффективнее конечно благоприятный год дождливый год это все будет нивелироваться с наземным внесением касса или селитра мячная конечно сейчас говорю об азотных удобрениях а в засушливый год эффект будет конечно эффективность будет на стороне внутри почвенного внесения независимо это будет безводный аммиак это будет касс внутри почвенный который будет использоваться это можно и культиваторами это можно машинами или эквилайзер то есть такие вот эффекты есть я думаю что пока это из визуально позже в целом я буду показывать визуальный эффект позже конечно я покажу более развитую яровую пшеницу буду периодически наблюдать за этим посевом